В составлении коммунальных услуг стали темой пресс-конференции, которую дал начальник Муромского участка энергосбыта Роман Покровский, журналист о муромских СМИ. Уже в октябре горожане получат квитанции, в которых места общего пользования будут рассчитываться по новой формуле. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, недогоревшие в подъезде киловатты будут распределяться на всех жильцов дома, пропорционально от величины площади занимаемой квартиры. Тема продолжит Ольга Келешина. Законодательство четко разделяет границу ответственности. За все, что происходит вне дома, отвечают энергетики. Что происходит внутри дома, отвечают собственники. В том числе и за нагоревшие киловатты в местах общего пользования. С 1 сентября разницу между общедомовым и индивидуальным приборами учета жильцы дома будут оплачивать по новой формуле, пропорционально от площади квартир. Проще говоря, мопы владельцев трехкомнатных апартаментов будут несколько больше мопов жильцов однокомнатных квартир. А насколько велика будет разница? Журналисты задали этот вопрос начальнику Муромского участка энергосбыта Роману Покровскому. Я думаю, что эта разница будет не совсем значительной. Единственное, она коснется только тех жителей, кто в больших квартирах проживает по одному человеку, по двое. Потому что сам платеж за места общего пользования будет по дому разделяться на три. Говорят, однокомнатные квартиры, двухкомнатные и трехкомнатные. Пустующая или квартира, или жилая, за мопы платить все равно придется. По словам Романа Покровского, цель новой реформы – принудить каждого собственника нести ответственность за свое имущество. Теперь уклониться от уплаты за места общего пользования не смогут и владельцы коммерческих организаций, расположенных в жилых домах. Чем больше площадь занимает тот или иной магазин, тем больше будет его доля. В общем, долги за общие домовые нужды. Все юридические лица, то есть нежилые помещения в многоквартирном доме, также обязаны участвовать в этих расчетах. Тоже они будут пропорционально? Да, пропорционально площадью. По словам Романа Покровского, сегодня в Муроме более 90% жильцов ежемесячно оплачивают электроэнергию в местах общего пользования. Остальные не делают этого, как правило, либо из принципа, либо по материальным соображениям. Но, как показывает практика, суд разрешает эти споры в пользу энергосбытовой компании. Если жильцы не согласны с большими начислениями за МОПы, по словам Романа Покровского, им остается или экономить, или искать вора электроэнергии. В основном, конечно, живой фонд у нас довольно уже изношенный, где большие потери. Соответственно, там и замена электропроводки, она уже как бы требуется из законодательства, потому что уже, ну, как бы износ запредельный. Соответственно, если жители будут требовать своей управляющей компанией, соответственно, ремонт электропроводки, замену электропроводки, это, конечно, даст свой эффект. Также еще большой эффект дает вынос электрощетчиков в общедоступные места. По словам начальника Муромского участка, муромляне по-прежнему имеют право провести в своем доме энергоаудит, который в большинстве случаев помогает выявить, куда пропадает электроэнергия. Будет ли всплеск заявок на проведение этой операции после получения квитанции за сентябрь, пока неизвестно. Возможно, с изменением методики расчетов за ОМОПы в ряде случаев суммы не вырастут, а наоборот уменьшатся. Ольга Кирешина, Николай Молоденов, Муромский Меридиан.